ЗАЩИТИТЬ КРЕПОСТЬ! Если вы её ещё не купили, идите, покупайте быстро! Быстро идите и купите эту потрясающую, хотел сказать, какашку, она офигенная! В детстве, как я уже говорил, я мечтал всегда, вот, вот это моя мечта, серьёзно, это всё, что я хотел. Это именно то, как я это хотел, то, как я себе это хотел. Мы будем много играть в эту игру, будем стримить, мультиплеер и всё такое. Я знаю, может быть, кто-то ждал от меня стрим в 12 ночи. К сожалению, игра злочивая стала доступна лишь в 20.00. 13 февраля, и это печально. Раньше там просто не работало, из-за того, как сервера устроены. Так что, чуваки, я понимаю, может, кто-то ждал стрим в 12 ночи, но кто хочет стрим в 12 ночи? Чё-то, он ждал. Ай! Блок-блок, так. Давайте, отобьём один его удар и потом проб... Чё-то, не хочет, он не хочет драться с одной стороны. С силой! Отлично. Чё-то, добивающий, к сожалению, не получилось устроить. Он просто, понимаете, слишком рано умер. А добивание в игре, он, кстати, о-хо-хо, каких-то... Парни, вы хотите жить? Нет, я так понял. Получайте. Скорее доберёмся и до, собственно говоря, рыц... Рыц... Нет, с рыцами мы играем. За... доберёмся до викингов и самураев. Падение святилища Эшфилда. С тех пор прошло столько времени. Наши предки шесть лет отбивались от нападок отчаянных голодающих воинов. Так гласит легенда. И они не врут. Что же, давайте с Альбом поговорим. За Железный Легион сражалось много рыцарей. Лев, символ Королевского Легиона, некогда мощной армии. Мы оказались сильнее. Хм, Королевская Армия. Очень интересный лор у мира, то есть вот нам постепенно так, знаете, раскрывают вообще... В чём смысл происходящего? Я стал любить лор. Раньше я считал, лор это бред, но типа, как кажется, сюжет должен подаваться так. А тут прикольный лор, то есть нам очень много вначале рассказывали очень именно лор, то есть... В чём как бы самая соль происходящего? Почему вообще происходит то, что происходит? И это, в принципе, важно. Железный Легион имеет обычай возводить статуи Стражей у своих ворот. Лицемеры. Посмотрите, даже вот... Ни один из воинов Легиона не стоит и слова, и склятвы Стража. Посмотрите, как колышется ткань, вот эта ткань, броня. И Юбисофт даже выложила, как надо косплеить про это всё это. Вообще прикольно. Я понимаю, кто-то может объясняться к этому как-то, что типа, что за это за фигня, это не нужно. Лучше бы сделали как в Маунтен Блейде замороченную сне. Мне Маунтен Блейд не нравится замороченностью, что... Вот сюда ты зашёл, а как-то тебе прикольно, тебе весело. А в Маунтен Блейде, чтобы повеселиться, ты должен где-то 2-3 часа ещё только учиться играть. И может быть через недельку ты и научишься. Ох, давайте полежим. Блин, что-то парни какие-то борзые, вам не кажется? Какие-то злые парни. Ха-ха! Полетели, засранцы! Это вам не мультиплеер. Ну, карта похожа на мультиплеер. Чёрт возьмёшь, жёлтые говнюки прут и прут. Ну, наших мелких воинов... Ооо, всё, началось. Я хотел сказать, их больше, на нихрена. Они похожи на болванчиков. Тебе пешки повалили. Макароны стали сыпать на поле. Поехали. Хоп-хоп-хоп. Хей, лоли! Атака в крючке. Я не думал, кстати, что так можно. Меня убьют! Тебя убьют? Я по голосу, кстати, не верю. Я тоже хренец этой битвы. Голос, кстати, знакомый. Вот это, который озвучивает моего чувака. Давайте, давай, наши, наши дерутся. Врагов тут нет. Отбиваемся. Ну, очень красивая трава. Эффекты всё выглядят, я бы сказал, на высшем уровне, как по-другому. Так нет, это всё наше. Что-то, ну, гаусс, украш. Красная горит. Красная попа горит, как у обезьяны. Давай, иди сюда, иди сюда, обезьяны. Давайте, пробивание. Мой любимый прием. Кстати, самое эффективное, просто тупо пробей защиту, противень, и многие из них становятся, как котят. О-о-о-о! Чёрт возьми, выбили ворота, сучары. Ничего, я этих тварей, эх! Давайте, выходите на меня, суки. Я попью пока воды, ладно? Нет, ну что вы делаете, придурки, чёртовы? Почему... Почему одни идиоты в армии? Алло, я Добни, как ты? Они не заслужили смерти. Сразись со мной, не трусь! Что? С тобой? Не к чести мне биться с таким слабаком. Сразись с моим воином. А, окей. А он наверняка сейчас кажется заколдованным каким-нибудь бессмертным. Ты! Ты пойдёшь в бой за меня! А-а-а, так и знал. А парни-то все подкапившись зелены. Если бы отказал, все бы погибли. Let's fight, мазафака. Иди на меня, давай, тварь! Пора нам с тобой немножко подраться. Я думаю, сложность повыше, чё-то пока легко. Ладно, первый удар я специально пропустил. Я хотел, чтобы он почувствовал Димарова свою безопасность. Понимаете, что как будто всё нормально. Так бой и пройдёт. Я-то просто возьмёшь и отмутнузишь меня. Не тут-то было. Но сражается он, конечно, как пидор. Ничего не скажешь. Так, надо отойти. Нам надо отойти. Я пытался сбоку ударить поставил. Сверху горду держал. Ай, чёрт! Ну, подай себе музычку прям, мейт. Как будто я сейчас в Англии в кого-нибудь замке дерусь. Видите, я так в 16-ом. Ну-ка, получай. Давай, отделай его. И добивай! Нет, чёрт, а где добивание? Так, не нужна. Я думал, ему добить сейчас как-то нужно, поэтому остановился. Просто у меня проблемы с мультиплеерами, с добиваниями красивыми, что... Я просто убиваю цель раньше, чем успеваю её добить. Я из этого, блин, вообще из клеи вышел с этим боем. Пропустил столько ударов. Давайте, на игре. Эфесом! Нет, стоит, не Эфесом, это Гордой, сорян. Гордой, Гордой, не Эфесом. Эфес это вот навершие меча. Мы все ещё были в их власти. Потому что они стояли у наших ворот. Нас много. Но их нет. Хотел. Эээ! Не пицу рыцарю легиона черного камня. Погибать от руки простого наёмника. Что такое? Что за херня? Как... Я победил! Что за бред? Что происходит? За храбрость и честную службу я, Холден Кросс, готов принять тебя в Легион Черного Камня. А если я не хочу? Ну, какая зарплата? Кормят хорошо. Ну, это всё, что волнует обычного работягу. Зарплата, еда, что ещё надо? Дело сделано. Я не понял. Это я откуп? То есть, меня отдали, считай, как товар. Чтобы... Пойдём. Да, немножко расстроен. Самую малость. Ну, очень красивая проработка. Мне очень нравится, как они сделаны. Я и стал воином Легиона. Ну, ты же уже был в Легионе. Ты сказал, ты бывший какой-то там легионер или бывший был от чего-то там. Посвящение Стражей. Действие выполнено. Кстати, предмечательно то, что... Постой, важные объекты, а как я их мог пропустить? Я всё осматривал. Алло, как это вообще возможно? Не, повышу сложность, чуваки. Слишком легко. Повышение уровня компании. Уровень 2. Довольно короткие миссии, кстати. Миссия эта длилась минут 15. Ну, 15-20, смоя как играть, конечно. Для меня 15. Герфон мы открыли. Награда для мультиплеера, интересно, будет или это чисто сингл? Просто обидно, если чисто сингл. То есть, было бы прикольно, если в сингл ты накачал там кучу лута, и потом идёшь в мультиплеер, и у тебя есть этот лут. То есть, я бы сказал, что даже логично было бы, по-моему. Этот Страж оказался достойным воином. Но впереди ещё много дел. Похоже на карту Средиземья, кстати. Викинги собирались уничтожить последнее святилище Железного Легиона в Эшфилде. Легион Черного Камня спасёт его. Есть, фолье Блек Стоун. Аркин Стоун. Очень похоже на карту из Властелина Колец Битвы на Средиземье. Была такая стратегия, я её обожал именно из-за карты мира, которая была разделена на сектора. Они просто бьют по всем точкам моей ностальгии. Рыцари, воины, самураи, викинги, карты из... Я не знаю, что сказать. Это охеренная игра, это лучшее. Это просто лучшее, что я видел. Я думал Снайпер Элит, вот я его ждал. Но это... Это... Юбисоф, что вы делаете со мной? Божественная игра. Это потрясающе. Я заговариваюсь из-за того, что эмоции... Чем больше одиночных заданий вы выполняете, тем больше очков компании получаете. Таким образом вы можете повышать уровень. По мере повышения уровня вы разблокируете и улучшаете умения, которые вы можете использовать во время прохождения заданий. При повышении уровня сложности количество получаемых очков, слава, увеличивается. Окей. Может, умение? Второе дыхание. Точные удары. Быстрое восстановление жажды крови. Что мы... У нас есть сколько? Это третий уровень. Сколько умею? Как понять, сколько умею опыта? То есть... Или... Вообще, как это работает? Что-то не понял. А, это просто прогресс. А, окей, ладно. И, по сути, до сих пор события 12-летней давности. А что же насчет современности? Я, кстати, надеюсь, компании не короткие. Очень будет, что... Компания, кажется, короткие. Будем постепенно повышать сложность. Постепенно. И будем внимательнее осматривать локацию. Как видите, я упустил важные объекты. Каким раком? Не понимаю. Я все осматривал. Может быть, на главном поле боя, так там куча народу перла. Может, с ними драться не надо было, а нужно было бегать и осматривать все? Возможно. Этот страж оказался достойным воином. Но впереди еще много дел. Викинги собирались уничтожить последнее святилище железного легиона в Эшфилде. Легион Черного Камня спасет его. Что же, средняя сложность для тех, кому просто интересен сюжет. И приятно, кстати, когда есть такая сложность, потому что, ну, многим, может быть, неинтересно. Я раньше играл на низкой сложности, потому что мне было интересно исключительно сюжет, больше ничего. Что же, я изменился. Теперь я хаткорщик. Реалистичный пока не хочу, потому что я не опробовал вот этот режим. Если с ним будет просто одну... Давайте две вот сейчас миссии с ним пройдем. Если будет просто, я выберу реалистичный. Пока что средний вообще напряга не вызвал. То есть, ну, как бы напрягаешься, но так. Не очень. Только в конце. И то это я просто красиво хотел, знаете, выпендлиться из этого. Казус произошел с пропуском ударов. Выбрать умение. Окей. Пользоваться. Ну, я в мультиплеере видел что-то подобное, но сейчас закрепим результат. Среднего количества здоровья. Окей. Кстати, полезная вещь. Жажда крови. А, то есть я выбрать, что ли, могу получить? Точный удар. А, пассивное умение. Окей. Выставать запасы. Окей. Со среднее. Пассивное учение грозно-защиты после убийства героев. Давайте вот это поставим. Мне кажется, отличное умение. Жажда крови. Погнали. Загрузка карты. Карты мне нравятся. Если в мультиплеере такое обилие карт будет и разные карты, я буду очень рад. В бете было мало карт. Это бесило. Потому что ты играешь, тебе скучно становится очень быстро. Потому что карт нет и там буквально 2-3 карты было. А, нет, 3. 3 карты, я точно помню. То ли 3, то ли 4. Но, например, японская карта выпадала очень редко. И это, ну, напрягало. Напрягало, скажем так. Насчет дополнения к рестантул 7 на момент записи видео. Пока его еще нет. Дом забыл. У него такой вид, он так пнется. Мы погибнем. Открывайте! Но это, это, он на самурая чем-то был похож. Но получается, вот мы за зеленый. Битву мы проиграли. Но я мог все изменить. Убивайте врагов, чтобы помочь вашим... Блин, я сейчас думал, что у меня комп просто сгорит. Какая, все зависло. У меня просто такое часто было с жесткими дисками и чем-то еще. Меня же мой жесткий диск напугал пару дней назад. Там какая-то ошибка была. Но, не знаю, у меня с жесткими дисками что-то в последнее время проблема. Хочу заменить SSD, поставить на основной нормальный SSD, там, от Крусейда или Кингстона. Оставь, это сейчас-то точка. Вдохновение. Чуваки, бой! Fight the fuckers! Let's win the battle, мазафакеры! Ой, извини, я на тебя ударил друг. Как тебя зовут? Вадим? Нормально, Вадим. Все хорошо. Да, свадьба заживет, она у тебя будет лет 50. Урод, ты чертов. Посмотрим, давайте... О, герой! Так, хочу героя завалить. Враг давил нас на флангах. Давил на флангах, а я их героях на завтрак ел. Где сложность? Алло, это высокая сложность? Я там папа римский. Это, как я понимаю, ты не викинг, что ли, получается? Мы против викинг? А, да, точно, мы же против викинг делимся. Я думал, что у них рубаки такие? С кончугами. Викинги никогда не любили огромное количество одежды. Окей, надо... А, постой, это та же карта, только ночная. Это карта из мультиплеера. Вот предыдущая карта была чисто оригинальная. Кстати, вот есть эффекты дыма всякого. Я раньше их не помню, точно. А, это лёгкая викингша. Не получи. Жалко, нет удара через низ. Было бы, кстати, очень прикольно. Кое-нибудь, знаете, удар из-под тишка бы назывался. Не получается меня блокировать, не успеваю. А! Возьми эти мелкие. Я зря набросился. О, я это зря сейчас сделаю. По-моему, есть вот эта бронька. Это что он? А, постой, нет. Здоровье сверху. Вообще, непривычно. Зелёный это в носкости. Здесь мы сможем собраться с силами. Чуваки, идём по боку. Пока что это я в мультиплеере видел. Карта не новая. Но озвучка, кстати, прикольная. Киану Ривз раньше вот этот голос озвучил. Жалко, что они сменили. Может, и за возраст Киану. А, окей, приёмы. Постой. Эй, эй, эй. Чё я приёмы хочу смотреть? Это можно. Наступление авангарда. Это РБ, РБ, ЛТ. Это типа лёгкий-лёгкий-тяжёлый. Ну, понятно. То есть разные комбинации. Похуду, сделаю там. Мой любимый, прям, пробивание. Получай, чё-то он думал, как-то... Ай! Любят они крутиться, кстати. Просто я же... Убьём лучников. Ща добьём, чуваки, минуту. Пять сек. Ладь, чё ты блочишь-то, бей. Мелкие застранцы, получайте. А где тут Points of Interest? А, кстати, вот, смотри, там чё-то блестит. Где здесь, собственно, точки, которые нам интересны? Их всё, пять штук. Где-то что-то поблёскивает. А как навестить, чтобы я... А, вот так, окей. Воины не видят страданий мирных людей. Их горе, отчаяние, голод. В юности я лицезрела эти муки. Усвоила свой урок. Наверняка я что-то пропускаю из этих зон. Но мне очень нравится. То есть мы слышим монолог главного злодея. И это, это очень... Блин, прикольно. Из двери просто выбежал чувак. И такой, типа, заходим. Такие ещё позиции заняты, так я понимаю. Давайте посмотрим. Тут ничего ещё, случайно, не горит? Да, там ещё что-то есть. Но это, по-моему, не то. Да, тут прыгать нельзя. Но хотя, да, в такой броне-то ещё попрыгать. Это, это ещё то удовольствие. А чё японцев? Как же за японцев идёмся? Опа-на! А в мультиплеере чё, такой херни не было? А, скучно. В Rise of the Sun. Вном интереснее было. Чё, в Rise of the Sun. Вном я купил чисто из-за того, что можно было играть за... Прикольных виза... Ну, просто с мечом подраться. Я из-за этого купил игру и купил Xbox One. У меня такая забавная ситуация была, когда я Xbox One ещё покупал ещё тогда, много лет назад, в 2013, в конце года. Что я его купил, но забыл про игры. То есть, я вообще не предзаказывал никакие игры, там, никакие коробки. Я просто об этом не подумал. Я купил консоль, принёс домой и был такой... А-а-а, так, окей, во что я буду играть? Это реально глупая ситуация. И я такой был так, окей, мне нужна карточка. Я зашёл в магазин в Steam'е, там, ну, не в Steam, в Facebook'е, увидел ценники, немножко, знаете, прифигел, потому что я зачем-то ещё зарекал в магазин фунтов британских, то есть это дороже, но был в американский репет. Не знаю, как это зачем. Подсчёт подумал, блин, что, ну, наверное, я в Европе, в Великобритании ближе всего. И, короче, я все деньги с карты просто спустил на игры. Ладно, что-то не надоело стрелять. Медитативное, кстати, занятие. Ку-ку. Ну, ща. Винота. Ой, блин, аа, добивающий. Ой-ой-ой, не заблочил, не заблочил, пропустил, пропустил, виноват. Извините. Чтобы у тебя в носу есть было поменьше. Действительно. Приятно, что игра озвучена на русский, вообще приятно. Две классные игры, Снайпер Элит, и вот это озвучено обе на русский язык. Великий и Могучий, а тут всё очень круто, и я обожаю, какая игра озвучена на русский. А вы как чуваки любите? Я знаю, есть такой разговор, многие спорят насчёт Resident Evil 7, то есть как у него правильно играть, на японском, типа канон, или же надо на английском. Я за английский язык, потому что, ну в данном случае считаю, что русского нет. Потому что игра сделана для западной аудитории, для нас, для европейцев, а японцы, конечно, на неё тоже играют, но всё-таки это игра с европейским персонажем. Это не якудзо, не там персона, это именно игра, в которую я считаю можно играть... Можно, можно и нужно играть на английском, потому что японский язык, я там посмотрел, он хороший, но английский язык ничем не хуже. Серьёзно, это один из тех случаев. Сейчас я вам покажу магию. Сбросить сюда метеорит из космоса, канал Риддл одобряет. Оставил здоровье, как боженька. У нас тут много... Ой, чёрт, нихрена, они все полезли. Я думаю, у них есть совесть. Чё-то, а есть совесть какая-то, не знаю, ни о чём как будто. Чуваки, давайте ещё один баф. И мне хорошо, а вам приятно. Полезли наверх. А, получается, за мной двигается эта зона? Да, да, я в курсе. А, добивающий разблокируется только если убить героя мощным ударом. Окей. Мне не нравится просто, что мы в углу дрались, а поэтому сейчас отошёл немножко. А я зря коржки ломаю. Убьём викингов и займём позиции стрелков. Чё-то он стоял сейчас, смотрел. Странно, что они вдвоём не анахуют, хотя сложность высокая. Где сложность? Ну, в мультиплеере, кстати. Где сложность? Где пот? Где испытания? Ну, пот у меня в трусах, наверное, а вот здесь пота нет. Ничего интересного? Может, у вас тут в казематах? Ещё чуть-чуть. Последний рывок до победы. Yes, victory is just about it. Их жизнь и война никому не удалось раскрыть секреты Легиона. Тайные знания... Что он был завоевателем. Лучшим из всех, что я знал. Их жизнь и война никому не удалось раскрыть секреты Легиона. Тайные знания передаются из поколения в поколение. В этом их сила. Почему боты игнорят? Ладно, в руне игнорят. Не получается пока никого победить тяжёлым ударом. Всё, получается, я их лёгким добиваю. Или убиваю сразу тяжёлым. Из-за этого их красивое добивание выполнить тоже не выходит. Я хочу расчистить тут, потому что очень много болванчиков. Останавливаемся. Опа. Это, кстати, этим хорошо рыцарем. То есть, если ты потерял здоровье в бою, ты можешь его быстренькость наверстать. Поэтому огромный плюс рыцарем. По сравнению с другими фракциями. Да, да, я в курсе, что нужно отойти. Просто заниматься блоками и восстановить. Дайте, блин, давайте отобьём уже удар. Потому что этот парень не успокоится иначе. Ну-ка. Да! Снеси голому, пидору. Поплату. Что я сказал? Кто это? О, это местная Блудика. Местная Бойбаба пришла. Местная Бойбаба решила меня отмудохать. Что же? Я люблю женщин, но тебя я не люблю. Потому что... Что-то она сильно видит. Постой, у неё же тоже есть супер какие-то приёмы, да? Она же как бы мощная. Ну, в том смысле, в том, в том смысле, в том, в том смысле. Это не ваши земли. Постой, нет, постой. Наши, да, я броня. Я на секунду подумал, что я их землю пытаюсь захватить. Я не так плох. Я не такой плохой человек, как ты думаешь. Бойбаба. Блин, она активна. Вот теперь чувствуется, сожжим сюда. Женю красиво опять. Ну, ну, ладно. Полежать немножко. Вдохнуть. Возможно, навсегда. Да! Сука. Убили. Чёртов, викинг. Постегнул на мои земли. Вот так так. Славно, славно. Хотя я и сам бы справился, но... Кто до этого жалуется насчёт подкреплений? Не, вообще-то. Не труд. Я бы удовольствием получил. Как-то не трудно. Это был как секс. У меня сейчас как будто полноценно занялся им. Правда, женщина была не особо симпатичная. И вся в железе. Но... Знаете, на войне как бы в дыроки приходится. Но я сейчас испытываю определённый уровень ментального оргазма от увиденного. Чёрт, это так круто. Это просто... Это бомбическое аплодируем. Бомбическая игра. Бомбическое. Это шок. Это секс просто. Это секс в виде игры. То есть я сейчас как будто играю в... Не знаю во что. Как и эротические игры. Это очень... Мы обратили викингов в бегство. Также нам удалось собрать выживших из других легионов и объединить их под знаменем Чёрного Камня. Однако у стражи возникли сомнения по поводу некоторых из наших методов. А почему? В чём проблема? То есть как я понимаю, тут у всех что ли получается своя компания? Мне интересно, как будет? То есть в итоге у всех своя компания. А может потом будет общая, где они все будут как бы драться. Мне интересно, где уже главный злодей как бы? Это как же я понимаю, это пролог всё-таки? Это какой-то вводный момент? Я хочу уже увидеть как бы суть. Где суть? Ладно, чуваки. Всем спасибо за просмотр. Суть будет в следующей серии. Можете ставить лайки, подписываться на канал, добавлять ролик себе и ВКонтакте, и на Ютубе. Всем пока и до скорой встречи.